Крошка Антошка ТВ представляет У кого так весело шумит мотор? Ах, это грузовичок-самосвал! Он едет в карьер к своему другу-экскаватору. Грузовичок обещал экскаватору помочь перевезти песок на стройку. А вот экскаватор. Пока ждал друга, он выкопал много-много песка. Когда самосвал приехал в карьер, он увидел огромные кучи песка, которые выкопал экскаватор. Грузовичок-самосвал не ожидал, что песка будет так много. Он испытал бурю эмоций. Каждый день мы все испытываем множество разных эмоций. Ребята, а давайте вместе научимся их распознавать. Знакомимся с эмоциями. Грузовичок-самосвал растерянно смотрел на огромные кучи песка. Он подумал, что не сможет перевезти на стройку так много песка, что кузов у него может сломаться. Грузовичок передумал помогать экскаватору и уехал. Грузовичок-самосвал не сдержал обещание, которое дал своему другу экскаватору. Он чувствует, что поступил нехорошо. Самосвал сожалеет о своем поступке. Сожаление. Сожаление о неправильном поступке – это неприятная эмоция. Такие переживания еще называют укоры совести или угрызения совести. Когда мы сожалеем о совершенной ошибке, выражение лица грустное. Мы испытываем огорчение и раскаяние. Это чувство помогает нам научиться узнавать свои ошибки и дурные поступки и стараться их исправлять и не повторять. Грузовичок-самосвал решил вернуться в карьер. Он будет перевозить песок на стройку частями. Так даже веселее. Самосвал весь день помогал своему другу-экскаватору. Как хорошо, когда получается исправить свою ошибку. Совсем недавно у девочки Вари появился маленький братик. Теперь мама много времени проводит с малышом. Варя боится, что мама стала ее меньше любить. Варе плохо. Это моя мама, думает Варя. Она ревнует маму к малышу. Ревность – сильная и очень неприятная эмоция. Когда мы ревнуем, нам кажется, что нас мало любят. Что нам уделяют слишком мало внимания те, кто нам самим очень дорог. Родители или наши друзья. Нам кажется, что кого-то другого любят сильнее. Проводят с ним больше времени. От этой эмоции становится неприятно и обидно. Когда мы чувствуем ревность, выражение лица может быть грустным, обиженным или рассерженным. Мама очень любит Варю. Мама успокоила малыша и уложила его спать. Теперь мама читает своей доченьке Варе ее любимую книжку перед сном. Когда маленький экскаватор копает землю, он испытывает радостные эмоции. Эмоции – это наши яркие переживания. И они бывают разными. Самосвал обещал экскаватору загрузить выкопанную землю в свой кузов. Но потом он передумал и просто уехал. Экскаватор от него этого не ожидал. Он обиделся на самосвал. Обида Обида – это переживание неприятное. Мы обижаемся на кого-то, когда он поступает с нами несправедливо. Не так, как мы от него ожидали. Не так, как нам бы хотелось. Когда чувствуешь обиду, то настроение портится. Ты можешь расстраиваться или злиться. Кажется, что ты одинок и тебя никто не ценит. Крошка Антошка Крошка Антошка очень любит танцевать под песню про большие машины. Он всегда увлеченно танцует, когда ее слышит. Увлеченность Это радостное чувство. Мы его испытываем, когда нам что-то очень интересно. Какое-то занятие или идея. Когда мы увлечены чем-то, то все наше внимание направлено на то, что нам интересно. Мы чувствуем прилив сил, и нас переполняет радость. Фермер пришел на свой птичий двор, а уток не увидел. «Наверное, утки у реки», – подумал фермер. А уточки тем временем уже наплескались вдоволь и захотели спрятаться в тенечек. Фермер пришел к реке и нигде уток не видит. Фермер в недоумении. Куда делись утки? Недоумение. Эта эмоция похожа на удивление, когда нам что-то неясно или непонятно. Мы недоумеваем, если неожиданно что-то изменилось. Если нарушился порядок того, к чему мы привыкли. У Фудбика каникулы. И он летит на море. На белоснежном лайнере он приплыл на тропический остров. Фудбик чувствует себя счастливым. Ему приятно нежиться на солнышке. Он получает удовольствие. Удовольствие – это радостная эмоция, которая появляется, когда нам приятно. Мы получаем удовольствие от приятных ощущений и приятных переживаний. Тогда мы чувствуем себя счастливыми и улыбаемся. Знакомимся с эмоциями. Нет плохих эмоций. Они все для чего-то нужны. Красный пикапчик путешествует по стране динозавров. Вдруг его увидел голодный тираннозавр и захотел полакомиться нашим пикапчиком. Какие огромные челюсти у Тирекса! Прожорливый хищник погнался за машинкой. Он очень хотел ее догнать и съесть. Но не тут-то было. Красный пикапчик уехал от тираннозавра. Смотри, как он злится, что ему не удалось поймать красный пикапчик. Злость – это неприятное чувство, которое появляется, когда происходит что-то, что нам не нравится. Злиться – это нормально, только если мы не причиняем никому зла. Злость бывает полезной. Тогда она помогает собраться силами, стать смелее, чтобы сделать что-то хорошее и нужное. Футбик играл рядом со стройплощадкой, хотя это очень опасно. Он заигрался и залетел на стройку. Футбик совсем расшалился и все здесь разгромил. Футбику стыдно за то, что он натворил. Стыд мы переживаем, когда понимаем, что совершили недостойный поступок. Стыд напоминает нам о порядочности и ответственности за свои поступки. Но вместо того, чтобы переживать, стоит попытаться исправить ошибки в своем поведении. Полис очень любит маму, а мама любит Полис. Полис нарисовала рисунок для мамы, а мама связала плюшевое сердечко для Полис. Любовь – это когда кто-то тебе очень дорог. Это теплое чувство, которое мы ощущаем внутри, в своем сердце. Свою любовь мы проявляем в хороших поступках по отношению к тем, кого любим. Любознательный мальчик внимательно смотрит на глобус. Он крутит его, чтобы получше рассмотреть все океаны и континенты, горы и реки. Мальчику интересно. Интерес. Мы чувствуем интерес, когда хотим узнать что-то новое. У нас появляется желание как можно ближе познакомиться с тем, что нам интересно. Узнай получше свои эмоции и научишься с ними дружить. Эмоции бывают разными, и каждая из них для чего-то нам нужна. Вот соревнуются машинки. Они переживают, волнуются. Они много тренировались, и каждая хочет победить. И вот он, победитель. Как ты думаешь, что чувствует машинка-победитель? Конечно, радость. Она радуется. Радость мы испытываем, когда мы довольны чем-то. У нас веселое настроение, и мы счастливы. Строительный самосвал хотел поехать на день рождения к своему другу. Но он испачкался, и теперь грустный едет на мойку. Не грусти, самосвал. Помоешься и успеешь на праздник. Строительный самосвал грустит. Грусть. Когда кто-то грустит, у него нет настроения веселиться. Он не улыбается и может даже плакать. Внедорожник ехал по дороге. Он был невнимательным и попал колесом в яму. Внедорожник испугался. Колесо у него сломалось, и он боялся, что не сможет добраться домой. Внедорожник чувствовал страх. Теперь он будет более внимательным на дороге. Когда мы чего-то боимся, мы становимся более осторожными. Это чувство помогает нам избежать опасности. Маленькая веселая машинка целый день каталась. Вдруг на своем пути она увидела огромное яйцо. Она очень удивилась. Ведь точно такое же яйцо она видела в книжке про динозавров. Красная машинка удивилась. Удивление. Удивление возникает, когда мы не ожидаем чего-то. Когда происходит что-то неожиданное. Подружись со своими эмоциями, и они будут помогать тебе всю жизнь. Для каждой гоночной машины автомобильные гонки – это самое важное событие. Совсем скоро начинается новая большая гонка, и нашу гоночную машину переполняют эмоции. Эмоции – это яркие переживания. Они быстро появляются и быстро исчезают. Знакомимся с эмоциями. Очень долго красная гоночная машинка готовилась к соревнованиям. Она поменяла колеса. Она поставила себе новый мощный мотор. Она много тренировалась. И вот ее бак заполнен топливом. И машинка готова участвовать в долгожданной гонке. Она испытывает предвкушение этого радостного события. Предвкушение – это ожидание чего-то приятного. Это яркая эмоция радости и удовольствия, которые мы испытываем заранее, когда ничего еще не произошло, но мы представляем, как будем себя чувствовать в момент, когда желание станет реальностью. Предвкушение появляется тогда, когда событие, которого мы очень ждали, о котором мечтали, совсем скоро должно произойти. Мы становимся активными, нетерпеливыми. Мы полны энергии. Мы радуемся и улыбаемся. Лисенок из сказки про Колобка на самом деле не стал его есть, потому что у лисенка этого было доброе сердце. Посмотри, какой он милый. И Колобок такой веселый. Лисенок проявил дружелюбие. Он познакомился с Колобком, и они подружились. Лисенок и Колобок теперь добрые друзья. Дружелюбие. Это добрая, теплая эмоция, которую мы испытываем к другим, даже если мы совсем разные. Тот, кто дружелюбен, улыбается. Он приветлив, ему нравится общаться. Он не обращает внимания на мелкие обиды и старается показать, что хочет подружиться. Морская черепаха и дельфин – старинные друзья. Они часто встречаются на дне океана и общаются. Они отлично понимают друг друга. Но вот дельфин надолго уплыл по делам. И теперь морская черепаха тоскует по своему другу. Она целыми днями смотрит на фотографию дельфина и тоскливо вздыхает. Тоска. Это тяжелая, неприятная эмоция. Она похожа на сильную печаль. Мы можем тосковать, когда сильно скучаем по кому-то, кто нам дорог. Или когда грустим о чем-то. На душе горько, печально. Когда кто-то тоскует, у него нет настроения. Он не хочет веселиться, не радуется интересным вещам. Лицо выражает глубокую печаль. Уголки губ опущены, а глаза очень грустные. Играть на детской площадке всегда весело в любое время года. Малышка Рита хотела сегодня подольше поиграть во дворе. Но начался дождь, сильный и холодный. Кажется, поиграть не получится. Придется возвращаться домой. Рита огорчилась. Огорчение. Это неприятная эмоция. Мы испытываем огорчение, когда происходят какие-то неприятности. Что-то складывается неудачно, не так, как мы думали. Мы расстроены, разочарованы, не удовлетворены этим. Эта эмоция похожа на легкую грусть. Поэтому, когда мы огорчены чем-то, мы выглядим грустными. Но на самом деле мы понимаем, что причина для грусти не очень серьезная. И поэтому обычно мы огорчаемся совсем ненадолго. Желтая машинка такси очень расстроена и медленно едет по улицам города. Она сильно переживает, потому что думает, что она очень маленькая. Каждый день мы испытываем самые разные эмоции и чувства, приятные или не очень. Знакомимся с эмоциями. Когда машинка такси увидела большую машину, она подумала, «Как хорошо быть большой машиной! Я бы тоже хотела быть такой!» Маленькая машинка позавидовала большой машине. Зависть — крайне неприятная эмоция. Зависть возникает, когда мы сравниваем себя с другими, и нам кажется, что нас они лучше, умнее, красивее, способнее, любимее. Зависть она мучает. На душе тяжело, настроение совсем портится, взгляд хмурый, злой или обиженный. На место хорошего настроения приходят грусть, обида и злость. Если мы будем злиться или обижаться, никакой пользы нам это не принесет. Мы все разные, но у нас у каждого есть что-то, чему можно порадоваться и за что быть благодарным. Большая машина не смогла проехать под мостом, а вот малышка легко проехала. Девочка Соня совсем уже большая. Она мамина помощница. Она пропылесосила. Сегодня Соня помогает маме делать уборку. Протерла зеркала в доме. А теперь Соня поможет вынести мусор. Мусорный бак доверху наполнен мусором. Фу, как нехорошо пахнет. Соня неприятно. Соня испытывает отвращение. Отвращение – это эмоция, которая появляется, когда нам что-то противно, неприятно. Мы чувствуем, что нам это совсем не нравится или даже может навредить. Например, испорченная еда, мусор, грязь, плесень, тараканы или пауки. Когда мы чувствуем отвращение, мы кривим рот, морщим нос и щуримся. Это выражение лица называется гримаса отвращения. Это автомеханик Робби. Его знают все машинки. Он самый лучший автомеханик. И машинки доверяют ему делать самый сложный ремонт. Поэтому все машинки города приезжают к нему чинить самые разные поломки. С самого утра и до вечера машины все едут и едут к нему, потому что доверяют автомеханику Робби. Доверие. Это теплая эмоция. Доверие появляется к тому, кого мы считаем хорошим, добрым, честным, надежным. Когда мы кому-то доверяем, мы уверены, что он придет на помощь, поддержит в трудную минуту, что он не обидит и не предаст. Мы чувствуем себя спокойно. И выражение лица у нас тоже спокойное, открытое. И мы можем немного улыбаться. Футбик путешествует по Африке. Как много здесь всего необычного. Он встречал на своем пути много удивительных животных. Он видел Килиманджаро, самую большую гору в Африке. И даже облака казались ему загадочными, живыми существами. Футбик восхищен. Восхищение. Это эмоция приятная, радостная. Мы восхищаемся чем-то, что нам очень нравится, чем-то прекрасным, необычным. Можно восхищаться природой, героями, красотой или талантом. Когда мы восхищаемся, у нас широко открыты глаза. Мы поднимаем брови и улыбаемся. Ребята, в жизни бывает так много удивительных эмоций. Будьте открыты, восхищайтесь, надеетесь, верьте, радуйтесь и делитесь своей радостью с другими. Вот едут машинки. Подпишись на канал Крошка Антошка ТВ. У нас много интересных мультиков. Все машинки спешат по своим делам. У каждой из них какие-то свои мысли, свое настроение, свои чувства и эмоции. Эмоции и чувства бывают такими разными. Мы все испытываем их в разные моменты. Знакомимся с эмоциями. А вот едут дорожно-уборочные машины. Они аккуратно и не спеша собирают с осенних улиц опавшие листья. Они спокойно, как обычно, выполняют свою работу. Уборочные машины спокойны. Спокойствие. Это эмоция, которую мы ощущаем, когда все хорошо. Когда все вокруг происходит, как обычно, и мы не ожидаем никаких неприятностей. Мы не волнуемся, у нас ничего не болит. Это приятная эмоция. Спокойствие, оно похоже на равновесие между другими нашими эмоциями. Когда мы спокойны, выражение лица у нас тоже спокойное, расслабленное, и мы можем даже слегка улыбаться. Котенок громко мяукает. Он сильно встревожен. Кажется, даже напуган. Ай-яй-яй, котенок забежал на стройку и залез на строительную балку. Подъемный кран поднял его на большую высоту. Это так опасно! Котенку очень страшно. Ой, а котенку это все снится. Он, оказывается, спит. Котенок видит страшный сон. Котенок проснулся и понял, ему это все приснилось. Фух, как хорошо! Котенок почувствовал облегчение. Облегчение это радостная эмоция. Она появляется, когда что-то плохое или неприятное не произошло или уже закончилось. Тогда мы перестаем тревожиться и бояться. Мы ощущаем радость и освобождение от неприятных переживаний. Когда мы чувствуем облегчение, то у нас может вырваться радостный вздох. Он называется вздох облегчения. Мы закрываем глаза, громко выдыхаем воздух, кладем ладонь на лоб или на грудь. Как хорошо, что это был просто сон. Посмотри, какое у котенка теперь хорошее настроение. хорошее настроение. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...